Господин Юнус, я вас приветствую в нашем эфире. Здравствуйте. Витаю вас, дякую за запрошение. Рад вас видеть в добром здравии. Давно не виделись. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине. Героям нашим слава. Ну, я, наверное, начну с того, как начался, в принципе, сегодняшний день. Начался он из заголовков в американских СМИ о якобы второй фазе украинского наступления. И вот как пишет, например, New York Times о том, что Киев поделился этой информацией о переходе к масштабному наступлению на юге Украины с американскими партнерами. И тогда вызывает удивление, почему эта информация сразу же оказалась в американских СМИ. Как вы это воспринимаете? Ну, я, вы знаете, не сторонник комментировать все то, что выходит в американских газетах, пока это официально не будет подтверждено той или иной стороной, чьи имена там задействованы. Если разговор идет конкретно сейчас о контрнаступлении и о решении, которое принимала украинская сторона, и якобы она оповестила об этом решении американскую сторону, значит, должна быть уступитель украинской стороны на уровне своих официальных лиц или президент Зеленский, или генерал Залужный, или кто-то от их имени официальное лицо, или же кто-то с американской стороны. Я таких заявлений не слышал, поэтому я, извините, это комментировать не могу, так же, как и все остальные заявления. Другое дело, логично предположить, что рано или поздно вот эта разведка боя, которая, все понимают, вот шла все это время, там последний месяц, там полтора, вот вся летняя кампания, да, она должна была или будет переходить плавно, конечно, в конкретное контрнаступление, уже полномасштабное. И когда это будет, тогда не будет никаких спекуляций ни в газетах, тогда уже все будут понимать, что на самом деле происходит на поле боя. Почему вот эти спекуляции, которые в самом начале, вот месяц, полтора, как идет, вот так называемое, это контрнаступление, да, хотя я так понимаю, то, в моем понимании, это разведка боя. Вот, потому что есть все-таки космическая разведка, особенно со стороны тех стран, которые это могут делать, а потом бросать в средства массовой информации. Поэтому ссылки на космическую разведку мы не имеем. Плюс это есть и космическая разведка, очень много людей могут это и проверить, да, про дислокацию, то есть есть конкретная метода, по которой военные эксперты могут это проанализировать. А официальных сообщений на эту тему не было. Поэтому давайте пока не будем спекулировать, потому что если это так, значит сегодня-завтра что-то такое официально проявится. После этого было бы правильно комментировать. Другое дело, я не сомневаюсь, что если Украина так долго готовилась к этому, значит рано или поздно она пойдет вперед и пойдет именно столь целью, для того, чтобы прорвать где-то то слабое звено вот в этой многоэшалонированной обороне российской, которую они за эти несколько месяцев подготовились. И я даже не сомневаюсь даже и в том, что именно это контрнаступление, вот такое полномасштабное, оно и принесет конкретный успех. Потому что я больше доверяю украинской армии и американцам, которые работают в тесном контакте с украинцами и поставляют в таком количестве оружие, то есть так помогают за эти полтора года. Поэтому просто так же это не делается, значит какая-то цель должна быть. И все говорили уже про это наступление, значит рано или поздно оно должно было начаться. Но это началось оно или нет, давайте подождем несколько дней. Тем временем, точнее, CNN сообщает о том, что Соединенные Штаты думают над отправкой Украине ракет «Атакамс». Мы понимаем, что этот вопрос уже, ну, наверное, можно даже сказать, перезрел. И в частности сообщалось, Белый дом сообщал, что еще на саммите НАТО, когда Зеленский встречался с Байденом, этот вопрос также был на повестке дня и обсуждался. Но, тем не менее, решения мы пока что не услышали. Как вы считаете, что должно быть тем обстоятельством, при котором, наконец-то, Белый дом, собственно говоря, примет такое важное политическое решение? Я думаю, Белый дом это важное политическое решение уже приняло. Просто когда оно появится в публичной плоскости и когда этот процесс уже запустят, это просто наверняка решается военными, которые в засекреченной, так сказать, атмосфере этим занимаются. У меня нет сомнений, что «Атакамсы» будут поставлены и поставлены в нужном количестве. Поэтому пока, видите, пошли путем «Штормшедов», потом французов дали тоже вперед в этом плане, значит, придет время, когда «Атакамсы» тоже там будут. Потому что все, что нужно для вашего контрнаступления, успешного контрнаступления, однозначно Соединенные Штаты вам поставят. Потому что по-другому понять тогда логику тела движения США будет очень трудно. И я не сомневаюсь, что это будет сделано. Решение принято. Просто когда мы выйдем, мы будем точно это знать, вот как про «Штормшедов», как и про другие виды вооружения. Вспомните всю тактику со времен «Хаймерсов». «Хаймерсы», потом «Петриоты», «Абрамсы» и вот все остальное. И заметьте, как эти процедуры, они точно так же и шли. Сначала разговоры, потом информационные вбросы, а потом решение логистики, и вот это уже начало работать на поле боя. Так же будет САКОМСО. Я не сомневаюсь, что вы их получите. Что ж, понятно. Будем двигаться дальше, но сначала вернусь до наших глядачей. Друзья, если вам интересно и понравится наша разговора, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. В комментариях будьте, пожалуйста, активными, а также делитесь посыланиями на эту разговору с вашими друзьями и близкими. Так вы очень нам помогаете, чтобы увеличить нашу работу и такие важливые меседжи на просторах Ютуба. Господин Инус, дальше хочу обсудить с вами поездку Шойгу в Северную Корею, потому что очень много внимания, собственно говоря, прикуток к этой теме. И, наверное, неспроста, так как это первый визит иностранных, скажем так, гостей в Северную Корею за последние три года. Более того, Путин только лет 20 назад последний раз был в КНДР, а министра обороны России вовсе не было такого в истории. Как вы считаете, вот сейчас очень помпезно это все происходит, очень много дифферамбов со стороны России в сторону КНДР, вот даже Шойгу назвал корейскую армию самой мощной в мире. Собственно говоря, КНДР, наоборот, говорит о том, что поддерживает Россию и якобы ее защиту своего суверенитета. Так зачем сейчас действительно Шойгу поехала в Северную Корею, и что он может получить? Потому что вот уже в Белом доме высказались по этому поводу, говорят, Россия ищет поддержки, в том числе и в военном плане. По вашему мнению, что может привести Шойгу из КНДР? Здесь несколько аспектов этого визита, которые важно отметить, как политический, информационный, связанный с пропагандой, и, конечно, военно-технический. И если мы говорим о политическом, то, заметьте, этот визит идет параллельно с форумом «Африка-Россия», который вот так информационно со всех сторон как раз таки, если промониторить российские следственные массы информации, особенно ключевые, которые пропагандисты, которые вот первый канал, «Россия-1», «Россия-2», вот эти все каналы. И тогда мы увидим, что это мне напомнило Советский Союз. Вы молодая, не помните это, а я помню программу «Время», и как тогда вот именно показывали борьбу Советского Союза с капиталистическим миром, и в союзниках у Советского Союза были африканские страны, юго-восточная Азия и латиноамериканские страны. Тогда стран, конечно, было побольше, и тогда Советский Союз был в разы посильнее нынешней России. Но тактика и телодвижение, они сегодня во многом это повторяют. Единственное, что материальное наполнение для этих территорий, оно не такое, как в советское время. Там Советская власть, Советский Союз вбухивал туда огромное количество денег. Советский Союз содержал на полном содержании эти правительства прокоммунистические, коммунистические партии. Советский Союз очень много там имел военных баз, конечно, на всей этой территории. Ну, после развала Советского Союза, конечно, все уже не на том уровне, но в любом случае уровень влияния России на всех этих территориях, ну, во всяком случае, по-прежнему присутствует. А учитывая, что за последние 20 лет спецслужбы власти, бывший комитет госбезопасности, они стали реанимировать это все, и им очень много удалось реанимировать в той же Африке, вот, особенно через, благодаря вот этому ЧВК-Вагнеру, и далеко не случайно вот на этом саммите Африка, это самая Россия, были подчеркнули, названы конкретные страны, где ЧВК-Вагнер конкретно работает, и вот именно туда отправляется по 25-30 тысяч тонн бесплатного зерна. Кстати, вот вчера я был в эфире украинского канала у Алины Курбановой и говорил именно о том, что сегодня он скажет, то есть я говорил завтра, он скажет о том, что он некоторым странам будет поставлять именно бесплатно. Вот именно это как раз таки произошло, это не потому, что кто-то настрадамус, это потому, что это лежит на поверхности, если посмотреть всю тактику, я надеюсь, вы мне зададите вопрос на эту тему, связанную с зерновой тактикой, с зерновым контрактом, и тогда я объясню, что я имел в виду. Что касается визита, это я так преамбулу к визиту Шойгу в Северную Корею. Здесь ситуативный визит, также вот эта политическая составляющая, чтобы показать, мы не в изоляции, вот саммит Африка-Россия и визит параллельно идут, то есть мы не в той изоляции, как хотели бы на Запад эти преподнести. Советский Союз был также в такой же изоляции, и очень наглядно было это видно во время бойкота Олимпийских игр в Москве в 80-м году после такой же похожей авантюры против Афганистана в 79-м году, а потом в 84-м году Советский Союз уже бойкотировал Олимпиаду здесь в Америке, в Калифорнии. И вот эти все страны, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, многие, вот они туда и не приехали. Вот это повторилось именно тогда, и тогда Советский Союз это преподносил, что мы не в изоляции. Да и вот точно так же и здесь. Это политическая составляющая, информационная и пропаганда. Что касается военно-технической, оно, конечно, я подчеркиваю, ситуативное это взаимоотношение с Северной Кореей, ситуативное с Ираном. То есть это исходить из того, что по доктрине национальной безопасности США четыре страны внесены в список главных противников. Это Китай, Россия, Северная Корея и Иран. И поэтому, исходя из этого, они и объединяются, как вы видите. Россия ситуативно работает с тем же Ираном. Почему по-черкиваю ситуативно? Потому что это не стратегические отношения. Потому что вспомните недавний скандал на прошлой неделе между Россией и Ираном по поводу подписанного документа между Россией и странами залива, королевства, во главе с Объединенной Арабской Эмиратами. И проблема касательно этих трех островов. Она нашла свое отражение в тексте. Ничего не значащего документа. Общая декларация такая. Но она вызвала шквал недовольства у Ирана. И Иран целую неделю на эту тему полоскал Россию. Дошло даже до того, что Иран публично заявил о признании суверенитета территориальной целостности Украины. Это просто в пику. Раз вы что-то против нас, а мы делаем против вас. Это лишний раз говорит о том, что стратегические союзники такие вещи не уплескивают в публичной плоскости и не позволяют таких публичных припинаний. Тем более на такие важные темы. И точно так же и с Северной Кореей. Россия прекрасно понимает, что Северная Корея находится под полным патронажем Китая. И визит Шойгу, и вот эта вся демонстрация, она, конечно, делается с разрешения Пекина, с отмашки. И, как я сказал, здесь вот эти составляющие, что касается военно-технического сотрудничества. Оно и так есть, оно и будет продолжаться. Только другое дело, насколько Северная Корея способна перешагнуть красную линию. Потому что Китай сам эту красную линию не перешагивает. И все понимают, что если Корея это сделает, значит, Китай приложил к этому руку. То есть где-то перешагнуть красную линию руками той же Северной Кореи. Точно так же, как руками того же Ирана. Иран же тоже не перешагнул. Вспомнили тему с этими баллистическими ракетами. Баллистические ракеты до России не дошли. И здесь очень важно посмотреть, о чем они договорились вот в этом военно-техническом сотрудничестве. Поэтому наверняка американцы внимательно за этим следят. Американцы имеют все возможности для того, чтобы знать, что там и как там. Ну и в зависимости от того, какие будут приняты решения, перейдут они красную черту или нет, тогда Америка будет довольно серьезно на это реагировать. А это будет именно выгодно и Украине в том числе. Просто знайте, что именно в этом вопросе Америка прореагирует намного серьезнее, чем она реагирует даже все то, что происходит на Украине-Российском фронте. Потому что там это идет противостояние с тем же Китаем. А для Соединенных Штатов Америки противостояние и сдерживание Китая намного важнее, чем то, что происходит на Российско-Украинском фронте. То есть я имею в виду по значимости. Потому что эта война между Россией и Украиной рано или поздно закончится. А противостояние с Китаем это стратегическое и надолго. Поэтому они очень важны и отслеживать будут все то, что там происходит. Далеко не случайно, заметьте, как американцы без Евросоюза занимаются вот этой территорией. И создают там НАТО-2. У них там совершенно другие страны. Туда вовлекается и Австралия, Великобритания. Там с Европы вообще никого нет. Великобритания это не Евросоюз, Великобритания даже не НАТО. Это рассматривается Великобритания как стратегический главный союзник в Европе, Соединенный Штат, в Англо-Саксы. Тут уже Япония, Южная Корея. Тут уже, видите, на Филиппинах усиливаются военные базы. С Вьетнамом, видите, какие отношения у американцев. И это все вокруг, в подбрюшье Китая и вокруг острова Тайвань. И поэтому, я так понимаю, Южная Корея как главный стратегический союзник США вне НАТО. Вспомните последний недавний визит президента Южной Кореи сюда, Вашингтон. И сделаны заявления о том, что Южная Корея отказывается, опять же, целенаправленно от ядерного оружия. И Южная Корея совершенно не очень сильно не беспокоится на эту тему, несмотря на то, что она находится в окружении трех ядерных держав. У Китая, у России и у Северной Кореи есть ядерное оружие. А Южной Кореи оно не нужно, потому что оно есть у Соединенных Штатов Америки. Там есть 50-тысячный контингент американской армии на перешейке между Севером и Югом. Плюс принято решение, что американские подводные корабли будут уже подплывать на регулярной основе к Южной Корее именно с ядерными боеголовками на борту. То есть это элементы сдерживания. И того же Китая через ту же Северную Корею. Поэтому давайте будем внимательно за этим следить. Конечно, это процессы. Конечно, Шойгу так просто туда не пошел ради пропаганды и информационной политики. Но он что-то оттуда будет брать. То же самое, что он берет, например, с того же Ирана. Но это лишний раз подчеркивает не опасность того, что они получат. Это показывает в первую очередь довольно плачевное состояние российского военно-промышленного комплекса. Коль Россия сегодня бросается на помощь за поддержкой таким странам одиозным и малозначащим на политической карте мира, как та же Северная Корея и тот же Иран. И я так думаю, все, что будет делать Россия через призму агрессии против Украины именно касательно на поле боя, тем более это будет усиливать и поддержку и Соединенных Штатов Америки и в целом коллективного Запада, как в поставках оружия и вам, и как во всем том, что сегодня связывает вот эти все тематики. А как вы оцениваете реакцию Запада на эскалацию России в Черном море? Вы уже, можно сказать, немножко проанонсировали эту тему. Давайте подробнее обсудим. По вашему мнению, действительно, почему получается так, что Россия якобы сейчас может достигать тех результатов, которые она хочет и выйти в том числе из зерновой сделки. Как вы здесь оцениваете роль Турции? Ну и в частности, действительно, все это ведет к сегодняшнему саммиту Россия-Африка, где Путин уже пытается, обещает бесплатное зерно и подкупает бесплатным зерном африканских лидеров, которые там не все, но тем не менее, приехали на этот саммит. Вы знаете, давайте честно признаемся, что, к сожалению, западная вот эта бюрократическая машина во главе с НАТО, с Евросоюзом и во все, вот со всеми этими структурами, которые созданы за эти полтора года в оперативном плане, включая тот же Ранштайн, пробуксовывает. И пробуксовывает чисто в оперативной реакции. То есть все, что можно было сделать оперативно за день, за два, здесь делается неделями, месяцами, а порой иногда месяцами. Поэтому есть проблемы оперативного порядка и оперативного реагирования. Вот смотрите, я сейчас пройдусь по двум позициям. Западной позиции и российской позиции. Вот к теме этого зернового контракта. Эта тема зернового контракта, она, значит, состоит из трех частей, да? Вот, это первая часть, это отгрузка в портах, я имею в виду, Одесса, Николаев и даже вот на Дунае, там ближе к границе, к Румынии, альтернативные пути. То есть вот отгрузка. Потом, значит, через конвоирование через Черное море на основании вот этого зернового контракта, вот, и выгрузка в Стамбуле. Вот это она из трех частей состоит. И теперь вот заметьте, несколько раз Россия выходила. И Турция обратно ее возвращала в эту ситуацию. Ну, заметьте, какой шел информационный зондаш перед тем, как Россия вышла из этой вот последний раз. И как это после этого, что стала делать Россия? Вот интенсивные бомбежки, которые продолжаются по сегодняшний день. Но они же к этому готовились. Они это делали и в публичной плоскости точно так же. Это то, что сделала Россия. И посмотрите, она выходит, объявляет об этом. Моментально начинаются бомбежки. И под сомнением уже становится конвоирование. А что конвоировать, когда корабли сначала должны заплыть туда, в эти порты их надо заполнить, и после этого они должны выходить туда. Какие сегодня могут быть претензии? К Турции и к Организации Объединенных Наций. Потому что Турция готова конвоировать, и Организация Объединенных Наций должна обеспечивать политический флаг до этого мероприятия. Но до второго и до третьего пункта это не доходит, потому что сегодня под ударом оказался первый пункт. И вот этот первый пункт кто должен защитить? Первый пункт должен защитить коллективный Запад во главе с Соединенным Штатом Америки. Я задаю с вопросом. Вы что не знали, что они будут бомбить? Что они будут именно бить по первому пункту этому? Ну, что трудно было это просчитать и взять прикрытие это небо не только вчера, а позавчера. Вы же прикрыли Киев петриотами. Опять же, долго к этому готовились. Вот сегодня они бомбят Киев, ничего не проходит. Потому что Киев это центр принятия решений. Но более-менее вы обезопасили этот Киев. Да, я понимаю, всю Украину петриотами не закрыт. Но есть ключевые моменты, которые сегодня стратегически важно делать. И почему этого не было сделано точно так же касательно вот этих портов? Это же на самом деле на поверхности это решение. И оно по сегодняшний день еще не решено. Почему нельзя было оперативно привезти туда эти петриоты? Уже не надо никого учить. Уже украинцы ими успешно обороняются. Это можно было давно это сделать. И если бы эти порты были бы закрыты, и тогда вот эти бомбежки не давали бы никакого результата, то тогда однозначно усиливается позиция президента Турции и генерального секретаря ООН, которые модераторы, да, переговорщики, которые рано или поздно сядут с президентом России за стол и будут разговаривать. А сейчас они сядут, они скажут, возвращайся. А куда возвращаться, если он сейчас усиленно разбомбит все эти порты, и там не будет никакой инфраструктуры. И для того, чтобы возвращаться в эту зерновую сделку, надо будет восстановить эти все порты, да, грубо говоря. И восстановление этих портов сколько времени уйдет? А Россия за это время, посмотрите, политическую составляющую этой тематики уже запустила вот этот саммит Африка-Россия. Да, может быть, там не все пришли туда. Но давайте не будем обманываться и говорить о том, что две трети туда не пришло. Мы количеством должны смотреть или качеством? Если взять качество, Россия хорошо разыграла эту партию. Африканские страны туда массе своей пришли. Особенно пришли те, которые не поддерживают эту войну ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Массе своей, которые в Организации Объединенных Наций воздерживались. Потому что это не их война. И Россия на этом грамотно играет. Вот она, видите, заявила тем странам, где ЧВК Вагнера активно работает, и где режимы, которые там находятся, они находятся под их контролем в той или иной мере. Естественно, он им сразу отправляет по 25-30 тысяч тонн бесплатного этого зерна. Плюс, помимо этого, очень много других моментов, которые также наверняка обсуждались один на один и будут обсуждаться. Далеко не случайно Пригожин точно так же объявился ни с того ни с сего вроде бы в том же Петербурге. Потому что это все говорит о том, что Россия сегодня как Советский Союз будет, естественно, поддерживать вот эти все одиозные режимы в той или иной части света, где Запад не так сильно работает. Далеко не случайно вчера произошел военный перевод в Нигерии. Нигер с 21-го года поддерживал Украину в этой ситуации. А куда смотрели США? В марте там был Энтони Блинкен. Куда смотрит Франция, которая... Это колония Франции бывшая. То есть в этом плане, да и вдруг какие-то ЧВК Вагнера приходят в разные страны, и они оказывают вот эти все моменты. То есть я вижу огромное количество вот такой системной неразберихи, которая раньше у Запада не наблюдалась. Потому что Запад раньше был в форме, и потому что напротив был соперник в форме. И как вот Барселона, Реал, как я и говорю, вот они в таком противостоянии держали друг друга в форме. И военно-промышленные комплексы, и разведки, и информационные составляющие. И работали на высоком уровне. А когда Советский Союз развалился, эти расслабились. Деньги огромные стали идти туда, в ту же сытую Европу, из той же России, понимаете? И вдруг раз на тебе, и он стал играть на этом противоходе. Да и они вот, видите, как тяжело двигаются, потому что у них ноги, руки, души, сердца, совесть. Всё опутано вот этим коррупционными составляющими. Я имею в виду старую Европу, да, в первую очередь. И поэтому вот мы видим вот такого типа непонятные моменты, когда этот вопрос сам по себе напрашивается. Как можно было не закрыть небо Николаева и Одессы ещё позавчера. И сегодня я даже не вижу тела движений в этом направлении. Я не знаю результатов вот этого Совета Украина, НАТО, какие там приняты решения. Я смотрю сегодня на заседание Совета национальной безопасности, которое Россия открыто вообще бойкотировала, вот сегодняшнее, именно на эту тему. Но они говорят, так нельзя, так нельзя. Но я понимаю, так нельзя. Вы что, не понимаете, что на силу должна быть сила? В этом современном мире, где международное право уже не работает. Сегодня сила права не работает, оно зеро, ноль. Сегодня работает только право силы. Более того, право силы, которое заложено было в этой организации объединённых наций со дня её основания для пяти этих стран, постоянных членов Совета безопасности, с правом ВЕТА. И вот одна из них. До этого же другие страны тоже этим пользовались. Давайте не будем скрывать. Каждый из этих стран, включая Соединённые Штаты, в те или иные годы делали то, что хотели. И в Совете безопасности с ООН, когда кто-то из них поднимал эту тему, естественно, правом ВЕТА это не проходило. Они были все вне закона. Так и Россия сегодня стоит вне этого закона. Поэтому и ООН не может никаких решений принять. Значит, решение однозначно одно. На силу должна быть сила. И эта сила сегодня должна быть предоставлена той же Украине. Потому что вы всё хотите делать и решать руками Украины, украинского народа, украинского солдата. Так дайте в эти руки побольше того, в чём они нуждаются. И стратегически надо рассуждать. Если на самом деле вы хотите о продолжении этой зерновой сделки, даже без России, потому что эта зерновая сделка состоит из двух частей. Турция, Украина, НАТО. Турция, Россия, НАТО. Если Россия выходит из своей части сделки, так усилите позицию Турции и позицию ООН, да? И позицию той же Украины. В этой части сделки. Для Украины, значит, порты не усилены. Если порты, они не усилены. Что может сделать в этой ситуации Турция? У Турции есть патриоты? Турция может закрыть это небо? Нет. Вы дайте в руки Турции, в руки ООН, сильные рычаги для переговоров. А этих рычагов я пока не вижу. А рычаг это только единственный. Это военная составляющая. Поэтому пока небо не будет закрыто, Россия будет бомбить. А когда она разбомбит это всё, тем из России добьётся именно того, что она хотела. И поэтому она так, видите, оперативно, как она работает на этом направлении, имеют вот этот саммит Африка и Россия. Пока что вот в этом зерновом контракте, вот в этом противостоянии Россия пока побеждает. Может быть, это временно? Не знаю. Хотелось бы, если я вот это озвучиваю, я думаю, что аналитические центры, мозговые центры, которые получают большие деньги за это, они должны тоже это понимать. И они не могут здесь не реагировать. Потому что если никакой реакции с военной точки зрения не будет, более того, Дунай с румынской стороны, они говорят, да, мы не пядем. С румынской стороны вы закроете, допустим, да? Они будут бомбить с украинской стороны. Почему вот эта конкретная, вот эта боязнь того, что перейдёт на сторону Румынии? Так вы же петриоту уже поставили. Дайте петриоту в Украине, она уже сама где хочет это поставить. И тема тогда будет моментально. Она перейдёт в другую плоскость. И Россия или однозначно вернётся в эту зерновую сделку, или же зерновая сделка, связанная с Турцией, Украиной и Организацией Объединённых Наций, она будет самостоятельно работать, небо будет закрыто, и тогда Турция будет спокойно конвоировать под флагом ООН. И я не думаю, что Россия, в нынешней её геополитической ситуации, пойдёт на прямое противостояние с той же Турцией. Россия просто это всё делает авансом сегодня, предварительно, превентивно, для того, чтобы, если завтра переговоры будут с той же Турцией, чтобы Турция не имела бы никаких рычагов влияния. Турция как может повлиять на ту же Россию? Она может сказать, не бомбить, так весь мир говорит, не бомбить. А он бомбит. Путин с чем считается? Кремль с чем считается? С силой. Да, я буду бомбить. Не хотите, чтобы я бомбил? Закройте небо. Когда вы закройте небо, я увижу, что толку нету, что я бомбил. Тогда я пойду с вами на сделку. А если этого не будет, зачем он пойдёт на сделку? Вот поставьте себя на его место. У него цель же совершенно другая. Сделать всех зависимыми от Кремля. Убрать эти санкции. И получить определённые элементы давления на Запад и через Запад на ту же Украину. Поэтому он повышает ставки. Он повышал ставки на протяжении всей этой войны. То есть Чернобыльская атомная электростанция, Запорожская атомная электростанция, Каховская гидроэлектростанция. То есть вы же видите, регулярно это делается. А потом он пошёл по ужасу. Вначале, если этого не было, то он стал испытывать ту же тактику, что он применял в Чеченской войне. Сравнял с землёй Грозной. Забыли. Запад это съел. Сравнял с землёй Алеппо. Алеппо, город, который подходил под документы ЮНЕСКО. Запад это съел. Что сделали? Ничего не сделали. Так он после этого пошёл и теперь и Мариуполь сравнял. И он будет теперь делать это со всеми городами. До лампочки. Это Мариуполь, Милитополь, Одесса, Киев или что-то другое. Небо открыто. Я могу это делать? А у него других вариантов нет. Потому что он сегодня понимает, что здесь, в этой войне, или пан, или пропал. И если на эту силу не будет поставлена более сильная такая сила, да, со стороны США и Запада, я думаю, он будет продолжать это делать до тех пор, пока его не остановят. Друзья, если вам интересно, поставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь обоисково на наш канал. И в комментариях будьте активны, делитесь там своими выражениями про нашу розмову. Я вам буду дуже вдячна. Ну и действительно, как вы уже сказали, мы видим, что пока что Путин успешно реализует свой план, который по выходу из зерновой сделки, как сообщает наша разведка, этот план готовился довольно-таки давно. Но, тем не менее, уже в августе анонсируется поездка Путина в Турцию на встречу к Эрдогану. Вот как вы считаете, к тому времени уже будет найден какой-то выход из ситуации? И на каких условиях может действительно дальше быть продолжена зерновая сделка? Я не знаю про эту встречу. Сейчас очень много анонсов идет на разного типа такого типа встречи. Там еще говорят, что и Китай готовится, и Индию готовится. Это все пока информационные бросы. Точно так же, как это в свое время тема была и с саммитом БРИКС в Южной Африке. Ситуация так быстро развивается, что стабильно можно говорить о таких саммитах, которые проходят на территории России. Или о ДКБ, или встрече Путин-Лукашенко, или саммит Африка-Россия, или саммит ШОС, или Астана, или Самарканд, что-то в этом роде. Там, где на земле и в воздухе Кремль контролирует ситуацию. Не забывайте про ордер Международного уголовного суда. А все, что касается визитов, совершенно далеко от Москвы. И плюс, когда идет такая полномасштабная война, и когда это так калейдоскопически быстро все меняется, и еще неизвестно, что будет до августа месяца, как это будет развиваться. Вы не забывайте про то, что происходит на поле боя. И все понимают, что именно в августе и в сентябре будут происходить очень важные события. И я не думаю, что сегодня можно так легко говорить. Можно легко говорить о визитах президента Байдена. Куда-нибудь, да? Потому что на территории США и США не заменяются ни такой войной. И они могут позволить себе даже две-три такие войны, где бы то ни было, и он может спокойно летать. Он даже, видите, он спокойно прилетел в 80-летний старик, тот же Киев, и еще открытым текстом сообщил об этом Москве. То есть в отличие от всех других глав государств, которые приезжали туда инкогнито, а это было сообщено. То есть Америка никого не боится по своим возможностям и по масштабам. Но другое дело, Россия в ее нынешней ситуации говорит о том, что эта визит состоится. И пока еще рано. Другое дело, они могут встретиться. Они обязательно встретятся. Тут я не сомневаюсь. Но эта встреча может быть и в Москве, и может быть и в Сочи, что более безопасно для Кремля. И когда она состоится, когда именно, я так думаю, Запад должен быть заинтересован в успехе. Если Запад хотел бы успех миссии Турции, надо усилить позицию Турции. На сегодняшнем, нынешнем уровне, я не думаю, что Россия согласится на что-нибудь. Будь то это Турция или Соединенные Штаты Америки, никакой разницы нет. Я уже про ООН не говорю, потому что Гутерреш здесь ничего не решает. Гутерреш просто обеспечивает флаг. Гутерреша ничего нет. Турция в этом противостоянии, самое большое, что может сделать, она может обеспечить конвоирование. Ну а как она может обеспечить конвоирование, когда в этих танкерах должно быть зерно? Зерно где будут брать? В этих портах. Порты бомбят. А если эти порты будут разбомблены, инфраструктуры там не будет, что будет делать та же Турция? Тогда однозначно зерновой контракт будет похоронен. Это цель России. Если мы хотим, чтобы эта цель была не достигнута, мы должны сегодня оперативно все это решить, чтобы переговоры, которые будет или будет вести тот же президент Турции вместе с Организацией Объединенных Наций, дали бы конкретный результат. В противном случае Россия, даже встреча может состоиться, но эта встреча в зерновом контракте никакого результата не даст. Понятно. Еще вопрос по поводу сегодняшнего саммита. Россия-Африка. Там заметили также Пригожина. В частности, появилась его фотография, как посол Южноафриканской республики жмет ему руку. О чем это свидетельствует? И почему Пригожина показали на этом саммите? Ну, это свидетельствует о лицемерии, которая существует в политике. Не только российской, но и мировой в том числе. Потому что вот это южноафриканские лидеры, которые и в Америку приезжают, все американцы с ними работают. И не только южноафриканские. Я так понимаю, если взять все страны БРИКС, они точно так же вели и ведут себя. Вспомните про президента Бразилии. И он также приезжает сюда, в Вашингтон. Поэтому если бы американцы хотели бы, чтобы таких вещей не было бы, и вот если бы американцы правильно работали бы со всем остальным миром, это не касается только этой администрации. Ошибка Америки за последние 30 лет. Однозначно, вот это все неправильная реакция на то, что на измененный мир после 91-го года, когда Советский Союз перестал существовать, и за эти все 30 с лишним лет не была пересмотрена ни доктрина национальной безопасности, ни возможное изменение геополитических вот этих всех процессов на планете, усыния того же Китая, возможность прихода спецслужб к власти в России, ближневосточные вот эти проблемы, как живут в Африке, и что надо сделать с Африкой, чтобы эта Африка тоже не осталась бы местом вот такого противостояния. Это же все, для этого существуют мозговые центры, аналитические центры, разведка. Для чего они работают? Это главное, что это основа любого государства. И после этого правильные документы будут ложиться на стол как президенту, так и тех людей, которые должны принимать стратегически важные решения. А я как посмотрю за последние годы, даже я вот сейчас смотрю на нынешнюю администрацию, я вижу там огромное количество экспертов, и даже в этом Атлантическом совете, которые имели то или иное отношение к этой перезагрузке во времена Обама-Вайдена. И многие из них даже продвинулись на 1-200 тупеньки, в своих должностях. Но есть, конечно, и новые, которые понимают всю ошибочность этой политики. Это если мы говорим про Украину, а если мы говорим про Грузию, а если мы говорим в целом про постсоветское пространство, а если мы говорим про ошибки касательно Евросоюза, НАТО, то есть вот этого всего. Потому что мы же увидели, что форс-мажор пришел несколько раз, особенно после прихода к власти спецслужб в России. И как реагировали они, как они реагировали на чеченские войны, как они прореагировали на агрессию против Грузии, как они прореагировали на аннексию Крыма, Донбасс, как они прореагировали потом на всесирийскую кампанию. Кризис, полнейший кризис. И в конце вот это, как они оказались не готовыми полностью на то, что произошла вот эта полноштабная агрессия против Украины. И вот они пожар стали тушить, как только этот пожар разросся до таких масштабов, что они уже испугались за себя, за каждый дюйм территории НАТО. Вот какая реакция была. Только это же 30 лет продолжалось. Мы должны понимать, что здесь причина не в одном президенте или не в одной команде. Это целый системный такой кризис. Естественно, этот системный кризис должен быть как-то решен. И я пока не вижу вот того, что это на самом деле вот так решается, как надо. Ну, движение в этом направлении есть. Я жил во время Советского Союза, помню вот это противостояние с 1979 по 1989 год, когда война была в Афганистане, когда вот эта система работала как звездные войны, ну, это гонка вооружений, так сказать, санкции там тоже были, информационная, так сказать, атака была по всем направлениям, медиалогическая обработка и внутри России, также через эти радиостанции «Голос Америки», «Немецкая волна», «Радио Свобода». Сегодня как будто бы такой же системный подход, но, к сожалению, этому мешает очень много то, что не было во времена противостояния СССР и США. Тогда не было вот этих триллионных коррупционных денег, которые сегодня мешают, опутали по ногам, по рукам весь этот коллективный Запад и в первую очередь старую Европу, которая, ну, вот и виновата в первую очередь в том, что и произошло, потому что США перепоручили эту территорию именно им. Они пошли на сделку с дьяволом, да, так сказать. И сегодня США вот мешались, ну, недостаточные мере, но в любом случае, да, за полтора года этой войны, это благодаря вам, а не то США тоже не хотели вмешиваться. Они вмешались, и вроде какая-то, никакая консолидация есть, и в Евросоюзе есть, и в НАТО она есть. Появились структуры оперативного значения, типа Рамштайн, вот сейчас как будто Совет Украина, НАТО. Ну, посмотрите, как это работает бюрократически, очень медленно и медленно. И на этом противоходе Россия грамотно играет, потому что всегда говорили, что демократии хуже воюют, чем авторитарные режимы. Это на самом деле так, потому что для авторитарного режима один телефонный звонок и решение принято, войска пошли в атаку. То есть это готовится, это очень быстро, оперативно делится. Здесь это консенсус 31 страны и так далее и тому подобное. Я поэтому далеко не случайно в эфирах украинских каналов регулярно говорю о том, что у меня произошла переоценка ценностей после Второй Карабахской войны. Если я 30 лет назад ратовал за евроинтеграцию, за вступление НАТО Азербайджана, то я после Второй Карабахской войны категорически этого не хочу. Потому что я посмотрел на судьбу Грузии, на судьбу Украины, которые также объявили о евроинтеграции НАТО и попали под раздачу. И никто их не защитил. Включается Акашвили, который сидит в тюрьме. Азербайджан не объявлял эту евроинтеграцию НАТО. И, слава богу, не сделал это. Подобрал себе правильных союзников. С НАТО забрали одну Турцию достаточно. Ядерное оружие. Нашли страну с ядерным оружием. Мусульманский Пакистан. Ну и Израиль самая высокотехнологическая страна в военном плане на планете. Этого оказалось достаточно, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность, продолжать защищать. Ну и поддерживать хорошие отношения и с Евросоюзом, и с НАТО. Равноудаленно. Как от Москвы, как от Брюсселя, так и от Вашингтона. Я к чему это веду? То есть это на самом деле тоже вопросы, на которые нужно находить ответы. Ну, конечно, сегодня в условиях той войны, которую вы ведете, сегодня не нужно на этой теме заморачиваться. И на тему НАТО в том числе. Сначала надо потушить пожар в доме. Но просто надо понимать, какие идут процессы. И почему Россия ведет таким образом? Почему Запад вот так иногда опаздывает для принятия таких решений, не стратегического плана, в первую очередь, а именно оперативной реакции? И как это вот медленно? Ну, в любом случае, за эти полтора года, в любом случае, они однозначно прошли огромный путь. Ну, просто надо продолжать на них давить по всем направлениям. Дипломатии, информации, в рамках Рамштайна, в рамках этого Совета НАТО Украины. То есть придерживаются этой вот наступательной, агрессивной дипломатии, которой вот Украина придерживается, и которой я двумя руками поддерживаю, и которой именно она и дает этот эффект. И поэтому, чем больше будут ваши официальные лица вот так наезжать на тот же коллективный Запад, я имею в виду, в дружеской форме, в уважительной форме, но это должны делать. Если это будут делать такие лица, как президент Зеленский и генерал Залужный, вместе, одновременно, это будет давать эффект. А более того, на фоне вот этих варварских бомбардировок, не только этих портов, варварских бомбардировок, центра города Одессы, то есть вот Преображенский этот собор, вот это все. То есть вот такие вот как они прореагировали после ИРП-необучия, потому что, то есть вот это то, что происходит сегодня с Одессой, это тоже надо приравнивать к этому, потому что это же все-таки ЮНЕСКО, ЮНЕСКО должно реагировать, на общественное они не надо давить. То есть вот это все, и тогда вот эти все разговоры, ЭФ-16, они будут. Ну, это будет еще более оперативнее, люди начнут более двигаться, а то, а если все пропускать через эти консенсусы, параллельно с этим Россия будет тратить деньги на Вашингтон, пост, Нью-Йорк Таймс, вот на это лоббирование таких пораженческих настроений в средствах массовой информации, а потом вы будете вот так пытать всех экспертов, включая меня, то есть для того, чтобы услышать, насколько это правда или неправда. Вот поэтому я их вообще не считаю, понимаете, я честно, откровенно признаюсь. Я вам сказал, кто для меня авторитет вот в этом плане и эксперты конкретно о средствах массовой информации, они все проплаченные, даже самые такие уважаемые и находящиеся здесь на Западе. Им платят и республиканцы, им платят и демократы, им платят и королевство Ближнего Востока, если им надо пробить свой нарратив, им платят и те, кто хотят поздалкивать про китайские нарративы, про российские нарративы. Мы это видим сплошь и рядом, потому что в Америке это законом разрешено. Просто не надо позволять из этого, чтобы делали повестку дня и просто не надо уметь правильно в этом ориентироваться. Я вас понимаю, потому что вы там находите, у вас война, вы не все так хорошо в этом ориентируетесь, потому как мне всегда журналисты присылают темы, которые их волнуют. Я вижу, что эта тема взята просто из заголовок этих газет, понимаете? А было бы важнее понимать, что не все то, что выходит из заголовок этих газет, они являются главными на повестке дня, например, для Совета национальной безопасности, для Пентагона. То есть газеты, газеты, они не определяют принятие решений, в центрах принятия решений, да, и как в Украине, так и здесь, в Соединенных Штатах Америки. Просто другое дело, что там внутри происходит, вот это мало кто знает, и поэтому для этого очень важно слушать как официальных лиц или тех лиц, которые, ну, входили в эти кабинеты, я имею в виду, генералы, там, четырехзвездные как Петреус или генерал-лейтенант Бен Ходжерс или послы, которые в той или иной мере территориями владеют. То есть вот послы Соединенных Штатов Америки, будь то в России, будь то в Украине, или будь то в Азербайджане, то есть или в другой какой-то стране, да, они территорию хорошо знают. А в массе своей же на экраны выходят все те, которые диванные эксперты, да, как сейчас модно их называть, поэтому вы понимаете, что этот инфошум, каждый божий день он будет на вас валом накатывать и Россия очень грамотно этим информационным шумом пользуется, потому что у них больше возможностей, чем у вас, хотя-то вы тоже добились больших успехов вот в этой информационной войне, и это вам помогает защищаться. Иногда даже вы наступаете, особенно на западном направлении, вот в начале войны, как ваш президент выступал по этим парламентам, то есть вот как вот последний его вояж вот этот по странам, бывших странам Варшавского договора, то есть вот эти, как он с президентом Болгарии разговаривает, вот чем больше будет вашего, то есть на информационную атаку вы давайте информационную атаку, на поездки в Африку вы давайте свои поездки в Африку, на саммиты с Африкой вы делаете, на саммиты с Латинской Америкой, с Южной Америкой свято места просто не бывает, то есть везде надо работать, и именно я вижу эту тактику, которую предпринимает Россия, Россия выигрывает именно в оперативности, почему, потому что она знает, как работает этот механизм западный, и они знают, что они задерживаются, поэтому они хотят выиграть, вот они сегодня выиграли, а почему с этими африканскими странами так сильно не работали, денег-то на Западе больше, более того, если вы посмотрите экономические вливания, инвестиции в африканские страны, вот в целом, если взять Африку, да там больше 50 стран, в целом взять по параметрам, небо и земля, Евросоюз сюда инвестирует намного больше денег, ну а почему вот так информационно, вот так пропагандистически, это не так работает, значит плохо работают информационные машины и коллективного Запада в том числе, и Соединенных Штатов в том числе, поэтому понимаете, все время уповать только на них, на них, это тоже неправильно, как я говорил всегда, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, на друга надейся, но сам не плашай, то есть вы поэтому это должны все понимать, вот когда потом возникают такие вопросы, и вы меня пытаетесь. Господин Инус, еще очень много шума вокруг вагнеровцев в Беларуси, они продолжают туда пребывать, и вот сегодня уже 12-я колонна заехала, и на этот раз с бронетехникой, как сообщается, а также наш Центр национального сопротивления сообщает, что идет набор в лавы вагнеровцев среди белорусов, и в частности одно из условий контракта, это готовность воевать на территории Польши, и Литвы. Понятно, что представить себе сейчас открытую войну между Россией, Беларусью и странами НАТО, ну, наверное, невозможно, и это даже звучит смешно, но допускаете ли вы вероятность какой-нибудь гибридной формы агрессии? Я допускаю вероятность каких-то провокаций, вот связанных с беженцами, помните, был такой скандал с беженцами, которых привезли откуда-то из Сирии, или еще откуда-то привезли, там, где вот происходит такого типа события, и потом они оказались на белорусско-польской границе, да, то есть такого типа какие-то провокации, и в этих провокациях усиленную роль будет играть как раз-таки ЧВК Вагнера, им же какая разница, за что получать деньги и где получать деньги. То есть это, конечно, определенное напряжение, которое будет поддерживаться не только на границе с Польшей, но и на границе со всеми странами, с которыми граничит та же Белоруссия, да, особенно со странами НАТО. Ну, в Украину я уже, само собой, так же имею в виду. Поэтому, естественно, вы что думаете, просто так их перебазировали туда, и помимо всего прочего, естественно, будет усиливаться работа не только там, она будет усиливаться работа и в Африке, и в других слабых звеньях геополитики, чтобы или там, или тут держать напряжение весь этот коллективный Запад, особенно если это будет происходить на границе с Польшей. Поэтому далеко не случайно Польшу и Балтию сегодня так сильно, но сильнее всех, конечно, Польшу, потому что это и логистика в первую очередь, но какие-то провокации против Польши стоит ожидать, и поэтому далеко не случайно и Польша, и США, и Рамштайн, и коллективный Запад, они все это понимают. Поэтому, я так думаю, и небо там прикрыто, и границы там прикрыто. Ну, просто зная о том, что вот сколько ошибок было сделано, допущено за все эти 30 лет, это из-за этих полтора года этой войны, иногда начинаешь, вот как говорят у нас в Азербайджане, да, обжегся на молоке, дуешь на воду. Поэтому я вижу эти ошибки вот с этим зерновым контрактом, с этими бомбежками, поэтому, конечно, эти провокации ожидать стоит. Ну, вы тоже как Украина, которая также граничит с той же Белоруссией, вы должны также это иметь в виду, и не доверяться полностью, вот, что кто-то это за вас сделает. Однозначно вы должны быть готовы. Если поляки точно так же подходят и рассчитывают в первую очередь на себя, тогда провокации могут быть, но они не дадут никакого результата. Что ж, спасибо вам большое, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Спасибо за ваше время. Друзья, напоминаю, Рамис Юнус, политолог из Вашингтона, долучался до нашего стрима. Дякую. До свидания. Слава Украине. Героям нашим слава. Друзья, не на сам кінец. Традиционно вас попрошу, если вам понравилось, поставьте, будь ласка, лайк под этим відео, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, а в комментариях поделиться вражениями про эту разговору. Я же нетерпением буду вас там очікувати. Дякую за увагу, на все добре и бережіть себя.